Доржи – потомственный врач. В его семье все мужчины – стоматологи. Молодой человек закончил Читинскую медакадемию в 2014 году. Потом – интернатуру. Последние полгода Доржи поднимает престиж своей профессии в одном из самых отдаленных районов Бурятии. Родина мать зовет. На свою родину приехал. Я сам с Крумкана. Пока работаю в Крумкане. Потом посмотрим, как будет в дальнейшем. Нет разочарования от профессии? Да нет, профессия мне нравится. Врач-стоматолог. Врачи-стоматологи, как говорится, элита врачей. Мне очень нравится профессия врача-стоматолога. Не жалуюсь. Евгения мечтала о работе доктора еще со школы. Год назад закончила БГУ и сейчас трудится терапевтом в поликлинике. На зарплату молодой специалист не жалуется. Взяла на себя сразу два участка. Целенаправленно шла в терапию. Даже мне предлагали, может, немножко заузишься. Заузишься. Ну, такой термин есть. Можешь, станешь южным специалистом. Я говорю, нет. Терапия очень обширная. Да, пусть сама по себе. И очень она увлекательная. Там можно встретить все в терапии. Это бесценный опыт. Поэтому я нисколечки не сомневалась. Депутат Госдумы Иринчей Матханов из года в год поздравляет молодых докторов с началом трудовой деятельности. И дарит им фонендоскопы. Политик сам. В прошлом врач-биохимик. Он закончил второй Московский государственный мединститут. А сейчас в Нижней палате Федерального собрания отстаивает легализацию традиционной медицины. Когда молодые врачи приходят в свою профессию, их надо обязательно морально поддержать. Как-то постараться быть рядом. Сказать добрые слова. Чтобы он как-то с более душой, более эффективно приступил к своей работе. Сегодня Бурятии не хватает 656 врачей. В первую очередь нужны педиатры, акушеры-гинекологи, анестезиологи, реаниматологи. БГУ ежегодно выпускает 90 молодых докторов. Плюс 150 выпускников, поступившие и окончившие российские вузы по квоте, возвращаются в больницы и поликлиники республики на три года. Но это, конечно, капля в море кадрового голода. Сколько примерно можете получать зарплату? Ну, в среднем. Ну, в среднем, я думаю, где-то пределы до 20-25 тысяч. 25 тысяч он будет с дежурствами и с объемами. Мы даем подъемные, главные врачи, в принципе, дают. Ну, конечно, нет еще стажа, нет еще категорий. Поэтому я думаю, что все мы начинали с этого, все мы начинали, все врачи. Кроме поздравлений, вчерашние интерны услышали концерт в исполнении своих коллег по медицинскому цеху. А в качестве материального бонуса молодые врачи получили денежную премию. Анна Зуева, Даржичий Допов, Новости дня.